Всем привет, я Даша, у нас заканчивается тут лето, плак-плак, хнык-хнык, и поэтому я снимаю видео о лучших книгах лета. Итак, последнее место, пятое, занимает долгая прогулка Стивена Кинга, этакая антиутопия, мир, в котором объявляется конкурсный конкурс, мальчики по доброй воле бегут в марафон своего рода, и те, которые останавливаются или замедляют скорость от оговоренной, подлежат расстрелу. Вот очень интересно наблюдать за тем, как участники этого марафона между собой общаются, какие чувства переживают и все такое. Трилогия Керстингис, Таймлис, это рубиновая, сапфиновая и изумрудная книга, совершенно потрясающая фэнтези для отдыха и ума, рассказывающая о школьнице, которая обнаруживает, что обладает геном путешественника во времени. Очень интересно наблюдать, там граф Сен-Жермену очень загадочная и исторически реальная личность засветилась. Рекомендую. На третьем месте, приближаемся уже больше, первое место. На третьем месте, Эля Дома, Читы Бесиновых, биографическая история, о ней я вам рассказывала в видео, в своем последнем, прочитанном августом. Дивная история о том, как одна женщина с дивным мировоззрением пыталась усыновить совершенно особенного ребенка из России, сама она проживает в Германии. Второе место занимает «Путешествие за счастьем. Почтовые открытки из Греции». Автор Хислоп Виктория название может произвести впечатление, что это какая-то романтическая, простенькая история, но на самом деле это сборник историй, которые автор кое-каких дневников собирал путешествия по Греции. И большинство из них такие и жуткие, что Стивену Кингу и не снилось. И, наконец, первое место занимает «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхерина. И повествует книга о том, как в 20-е годы беспризорные дети были собраны с тем, чтобы в поезде везти их, как считается, в более сытые и теплые края, с тем, чтобы они выживали. И об этом путешествии рассказывает сама книга. Вот такая получилась пятерка. И такое вот супер-мега-короткое видео. Так что на этом все. Пока-пока и до скорых книг.